Что мы хотим теперь сделать? Мы сейчас будем просить поддержку от наших сторонников, которые проживают не только в Казахстане, но и за рубежом. Я хочу сказать, что да, вот внутри страны часть, незначительная часть общества поддерживает активистов, и они как-то на плаву держатся, оплачивают им штрафы, адвокатов и так далее. Но есть немалое количество людей, которые живет за рубежом, они как бы не совсем вычеркнули эту страну, они зарабатывают, ну я знаю, что в Южной Корее более 10 тысяч наших соотечественников работают, и десятки тысяч, а точнее говоря сотни, живут за пределами Казахстана. И они думают о нашей стране, они хотят перемен, они уехали из Казахстана, потому что им там трудно было зарабатывать, найти свое место в жизни, и они нашли возможность зарабатывать в других странах. Я знаю, что из Казахстана уехало минимум 700 тысяч немцев, и они также с интересом наблюдают за Казахстаном. Очень много русских уехало в России и другие страны, и они тоже часть своей жизни отдали Казахстану, они тоже переживают и хотят к лучшему, чтобы изменилась ситуация в нашей стране. Я могу сказать, что немало людей, которые даже не имеют прямо к нам отношения, никогда не были в Казахстане, но они опять же хотели бы, чтобы там люди жили хорошо. Вы знаете, наверное, немало людей, которые жертвуют средства африканским детям или каким-то еще людям в разных точках планеты. Мир глобальный, и мы часть этого глобального мира. Поэтому мы создаем чат Алга Казахстан. Мы обращаемся к тем, кто поддерживает наше устремление построить демократическое государство. Мы постараемся мобилизовать большое количество таких сторонников за пределами страны. То есть мы организуем давление как внутри страны, так и за пределами страны. Мы ориентируемся на поддержку сторонников, не обязательно граждан, не обязательно тех, кто жил в Казахстане, но тех, кто хотел бы, чтобы эти перемены наступили в нашей стране. Мы сейчас говорим о том, что давление должно быть со всех сторон, из-за пределов, внутри страны. Должна быть мобилизация всех сил. Мы видим, что идут постепенно перемены, сознание наших людей меняется. Многие теперь понимают, что Мухтар Аблязов не Бэтмен, который должен раздать миллиарды, построить всем больницы, находясь далеко, при том всем, что знаю, что у меня все ресурсы эта власть украла и конфисковала. Но такое заблуждение, что кто-то сверху должен спуститься и сделать было у многих длительное время. Сейчас мы все, надеюсь, понимаем, что только мы сами можем добиться перемен и против этой власти мы должны просто объединить все усилия, усилия тех, кто реально хочет перемен. Не прокладки режима, которые изображают, что они противники, уводят в сторону, уводят в повестку дня. Или, как вот ребята, известные в Казахстане, группа Ирина Кайратовна, говорят, что у нас нет претензий к Назарбаеву. Один только один был внятный, Хуаныш, который сказал, что Назарбаев не достоин, чтобы его изображение было среди известных лидеров исторического Казахстана. Ну, только вот это положительное. О промежутке он умудрился сказать, что, ну, 150 лет к этому шли американцы, мы вот не можем, но при этом почему-то он пользуется интернетом, не ждет 150 лет, летает на самолетах, пользуется западными технологами, не задумываясь, что ему 150 лет, для этого не нужно ждать. Поэтому, уважаемые друзья, мы не будем ждать. Стратегия очень простая. Мы знаем ответ заранее. Режим падет. Но для того, чтобы он пал, как в любой задаче, мы его, эту задачу, должны решить. Мы должны объединяться, двигаться вперед. Поэтому мы завтра, сенью дня, запускаем чат Алга Казахстан для наших сторонников за рубежом.